Всем привет! С вами, как всегда, Финик. Залазь! Давай, залазь! Ну вот так, молодец. Дай пять. Вот так, тупочек. И его любящий хозяин. Сегодня я бы хотел поговорить о вопросах, которые пишут мне в комментарии, касательно того, что я хочу завести щенка, и с какого периода его можно кормить натуралкой. Или как правильно дрессировать, учить и так далее и тому подобное. Я хочу сказать, что я далеко не кинолог, не ветеринар, не эксперт во всех этих делах. Я просто владелец вот этой собачки. На этом канале я показываю сугубо то, как мы обращаемся с нашей собачкой, как мы его учим, как он у нас живет и так далее. Это ни в коем случае не может быть правильно или неправильно. Это просто наше видение, наш опыт. Поделиться своим опытом, то, как мы воспитывали эту собачку, я могу. Но то, что это будет правильно и подойдет вам, далеко не факт. Значит, сейчас мешают снимать видео. За кадром стоит вторая хозяйка, которая очень вкусно кушает котлетку. И феникс ходит с ума. Я считаю, что это издевательство. Покиньте, пожалуйста. Вот так и портят дубль. Сейчас я настрою феника на рабочий лад. Феник, иди ко мне. Давай. Вот, молодец. И продолжим что-нибудь толковое вещать. Много вопросов было под последним нашим коротким видео. Касательно того, как мы научили не выть собачку в наше отсутствие. Вообще процесс на самом деле был скучный. Потому что команду фу нельзя, он понимает. И мы создавали такие условия, что выходили из квартиры. Как только он начинал выть, мы возвращались и говорили, что так делать нельзя. Ну, таким тоном. Не грубым, а не мягким, скажем так. И со временем до него дошло, что, в принципе, быть нельзя. Тоже, я не знаю, правильно ли это, неправильно ли это. Возможно, можно было бы научить его этому гораздо быстрее, если бы мы знали, как это делать. Но в любом случае результат есть, и мы этого достигли. Ну, и сейчас. Сейчас как бы этому рады. Также один из многих вопросов. Зачем вы вообще создали этот канал? Зачем хвастаетесь своей собакой? И так далее и тому подобное. Я хочу сказать, что в мире и так много негатива, который присутствует вокруг и у каждого. На работе, в личной жизни, в целом, в мире. А этот пушистый, он этого всего не знает. Вот он радуется всему, что его окружает. И если, глядя на него, у вас это вызывает улыбку, то, значит, этот канал был создан не зря. Конечно, нам нужно много над чем работать, чтобы снимать полноценные хорошие видеоролики, хотя бы даже в плане техники. Нужен микрофон, хорошая камера, умение это все дело хорошо скомпоновать, смонтировать. Но благо уже хотя бы штативы вам завелись, и то уже хорошо. Будем стараться развивать канал и дальше, чтобы вызывать у вас положительные эмоции. Еще были вопросы по поводу того, зачем мы завели эту собаку, именно эту порогу, за такие деньги. Если можно было бы взять с приюта, с улицы и так далее. Я, наверное, коротко отвечу, что тут были свои мотивы в этом плане. Но, но, коль у нас такая уже большая аудитория собирается, есть идея, чтобы собачка, которая у нас живет, которая хорошо кушает, ни в чем не нуждается, смогла помочь нуждающимся собачкам. Напишите свое мнение в комментариях по этому поводу, и мы что-нибудь попробуем организовать, чтобы помочь ближайшим приютам или еще что-то, и накормить собачек, которые в этом нуждаются. На этом мы с вами прощаемся, и до скорых встреч!